Всем привет из Шарма! И с вами Олег и Валя. И мы находимся в Шарм-эль-Шейхе, Египет, бухта Намабей. Остановились мы в отеле Gazala Garden за 900 долларов на двоих 10 дней с вылетом из Киева. Друзья, и мы сейчас с вами двигаемся в сторону променад Намабей. Нас часто спрашивают, много ли туристов там сейчас отдыхают. Ребята, ну честно сказать, по отелям мы бегать не будем и спрашивать, много ли у вас туристов остановилось. Где в Шарм-эль-Шейхе можно поискать туристов? Валя, а? Вот логично. Конечно же, в самом центре променад Намабей. Абсолютно правильно. Также они еще существуют на площади Соха и в старом городе, куда мы с вами обязательно отправимся в других видео. Но сегодня мы промониторим Намабей именно променад, там, где базарчики, кафешки и все движение. Основная масса туристов, мне кажется, она должна где-то находиться там. И сегодня вы получите ответ много ли людей отдыхают зимой в Шарм-эль-Шейхе. Хотя время еще, конечно, до ужина, но обычно все туристы туда уже выползают после 16.00. Так, мы перешли дорогу. Идем по тротуару. Так хорошо, таксисты не беспокоят. Хотя те, кто едут с обратной стороны по встречке, вот те нам бибикают. А вот эти нет, совсем не беспокоят. Да, ребята, это очередной лайфхак для вас. Если вы двигаетесь по обочине, все таксисты останавливаются и предлагают свои услуги. А если вы двигаетесь по центру, здесь тоже тротуар. Никто к вам не пристает. И прошло ровно 3 минутки от нашего отеля, и мы уже дошли до променад Наама. Ну давай покажем, я даже не знаю, как это назвать. Вау, посмотри, какие красивые облака. Да, облака зачетные. Все, стоп, делаем фоточку и возвращаемся к вам. Вездесущие таксисты в Шарм-эль-Шейхе, везде. И особенно их много, ребята, вечером. В принципе, как и днем, возле Наама-бэй. Здесь можно договориться, наверное, о любой цифре. Вот, подъезжает такси сюда, а остальные стоят в очереди. Ну, это как обычно, это первые в очереди просто. И, как видим, зажгли уже елочку. Она здесь такая символическая. Ну, очень сильно символическая. Да, это конус, а не елка. Тем не менее, она есть. И она радует глаз. Ой, тут котики уже бегают. Как всегда, в полицию. Проходим не снимая. Полицию снимать в Египте нельзя. Иначе могут попросить не то, что удалить этот файл, а удалить все видео с вашей камеры. Что мы заметили в такие туристические зоны, как Сохо, Сквер, Олд Маркет и Наама-бэй, здесь стоят как бы кордоны полицейские. Туристов не проверяют. Вот мы проходили, вот у нас рюкзак, нас не проверяют. Но местных, местных, которые заходят без ремешков, их обязательно проверят, а некоторые их даже запускают через рамку. То есть, какая-никакая типа безопасность в туристических местах, в местах скопления туристов. Спасибо, спасибо. Наши друзья из Флоки. Мы все рады увидеть, у вас подъехать. Спасибо. Калиан, можно курить в Египте сейчас? У нас сейчас калиан карантин, Не лежа. Уже два лет без калиана. Да, без калиана. Но мы посмотрим, чем вы кормите. Можно? Конечно. А цены поменялись за два года? Нет. Креветка сколько стоит? Как обычно. 10 долларов, так. 15 долларов. 10, 15. И вот такая? Такая, которая есть в Канале. Это самая лучшая креветка. Килограмм 35. 35 долларов. Но она реально огромная. Больше, чем моя рука. Ряд Суэцкого канала. Да, Суэцкий канал. А это тогда откуда креветка? Красное море, это и это Красное море. Местная. Рыбка, клоуны, крабы. В общем, ребята, как всегда в Египте, можно покушать морепродуктов. Просто на каждом шагу. Оторваться от живота. Ну, а мы пойдем дальше. Хочу отметить, что аптек просто на каждом шагу. Тьма, тьмуся. Я не знаю, это государственные или нет. Есть ли там выбитые цены на каждой упаковочке? Наверняка нет. Тем не менее, они присутствуют. И если, не дадь Бог, вам что-то понадобилось, то всегда можете купить. А по правую сторону променад куча заведений, где танцуют. Да, ребята, танцуют парни. Девочки уже не в тренде, поэтому танцуют парни. Снова можно купить. Привет, морепродукты. У нас креветки по 8 долларов. Самый вкусный. От 8 долларов креветки. У нас любой кабриз за ваши деньги. Так что да, за наши деньги, как говорится, любой кабриз. Так, гляните к нам, рады приличия. Можно посмотреть. Футбольщик вот там на экранах. Местные полюбляют захаживать в такие кафешки. И, как видим, здесь все оборудовано от кальяны, которые сейчас запрещены. Очень жаль. Ой, какая красивая елочка. Нас снова встречает. Можете спросить, мой кабачок. Здравствуйте. Напоминаем, за вами всегда будут бегать местные работники и спрашивать. Просто, можно что-то спросить? Можно что-то спросить. Но не обольщайтесь. Они спросят, откуда вы, а потом все равно приведут в свое заведение или в свой магазин добрый. И снова у нас морепродукты. Ого, какие лобстеры. Это лобстер? Лобстер, да. А сколько стоит? 35 долларов. Штука? Килограмм? Килограмм 35 долларов. Кальмары. Рыбе что-то вроде засунули. Или это язык ее? И таких заведений здесь масса. Пока что они еще пустуют. Но я думаю, уже поздним вечером все-таки народа здесь будет побольше. Итак, друзья, мы свернулись в променад. Зашли в задворочки. Тут тоже куча магазинов всевозможных. Маска надо? И да, тут предлагают все. Ну, здесь тоже людей немного, но они есть. Люди есть, присутствуют. Везде продается клубника, ребята. Фрукты, да. Манго всякое. А что манго? Три доллара. Манго три доллара. Хорошая цена, по-моему. А это папайя? Да, это папайя. Зеленая? Да. А сколько стоишь? Килер? Да. Два доллара. Два доллара кваграмма папайя. Ну, тоже нормально, да, вроде бы? Но если она зеленая, ребята, учтите, она будет со вкусом тыквы. Ее надо покупать спелую. Это я точно знаю. Ну что, а мы идем дальше. Друзья, продолжаем мониторить променад на Амабей. Людей, как видите, стало чуть-чуть больше. Но мы надеемся, что все-таки ближе к вечеру, после ужина, да, это после восьми, наверное, девяти часов, да? А я говорила, что людей будет больше. Хочу рассказать, зашли в одну лавку. Я хотела себе купить регланчик такой классный, с капюшоном, яркого цвета. Томми, халфир. В общем, изначально цена ему была 27 долларов. Но, идем. Но вы знаете, в Египте, как и в Турции, нужно торговаться. И цену можно сбить раза в два. Ну, нам какой-то попался вообще непробиваемый продавец. То есть, ни 15, ни 20 долларов он не отдавал. За 10, тем более? Нет. Хотя я знаю, что такие за 8 и за 10 долларов покупают. 25 и все. Мы даже ушли, он за нами не побежал. Ну, жалко. Ну, ничего, я думаю, найдем еще что-то. А я тебе могу сказать, почему он так к себе ведет. Потому что сейчас, как по мне, наверное, все-таки туристов стало больше. А, и продажа пошла, да? Да, и товарооборот какой-то больше. Из-за этого он держит цену. Хотя, все равно удивительно. Ну, честно сказать, многие, я знаю, что многие, приезжают в Намобэй в магазинчике скупаться. О, прям! Блин, ну, не знаю, ну, здесь не торгуются, ребята. Нет, что-то совсем не торгуются. Ладно, может быть, в другом магазине нам повезет. Мы, конечно, долго не любим торговаться, там, полчаса. Но, тем не менее, мы минут до 10 торговались, да, с ним? Ну, сколько с ним торговаться? Я даже проверила. Да, уже надели, все нормально. Ну, ладно, продолжаем гулять по Намобэй. Через часок-другой, ребята, здесь, в каждом этом кафешке будут, вот, хотел сказать, танцовщицы. Но нет, ребят, в Шам-эль-Шейхе, в этих шалманах или ресторанах танцуют танцовщики. То есть, ну, пацаны же танцуют только, да? Ну, да, да, я уже рассказывала, что девушки уже не в тренде. Танцуют парни. Оно может быть здесь. И лилипуты, если ты помнишь. Да, 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 да. Если будут танцевать, мы еще вам в кадр, конечно же, покажем. Даже если не в этом видео, то в другой раз мы обязательно здесь еще походим и вам поснимаем. Валя, это что-то новое? Я вот не помню. Вот это, что это за напись? Вот там, вдалеке? Да вон, красная. А, нет, рестораны, там мы туда просто никуда не доходим. А, да? Просто раньше не обращал внимания. Ну, как видите, ребята, вообще пустые-пустые ресторанчики. Никто не хочет кушать креветки, никто не хочет кушать... Что там еще продают? Морепродукты. Крабиков, лобстеров. То есть, или туристы экономят? Нет, еще на самом деле время не такое уж вечернее, чтобы тусить в Нама-бэй. Да, иногда нас спрашивают про алкоголь, можно ли купить алкоголь. Это алкоголь, Валь, вот это? Да? Да, вот местный магазин. Да, вот прямо на променад, ребята, есть магазин алкоголя. Называется Азда Прайс Маркет. Это Tommy Drinks, который мы когда-то часто покупали. Да, в Tommy Drinks. Здесь можно купить так всем известное по отелям спиртное в пластиковых бутылках, ребят. Это то, которое подают, наверное, в 90% отелей, да, Валь? Да. И, честно сказать, вот мы все время планируем купить себе просто как на память. Пошли спросим, сколько такая бутылка стоит. Так. Местное буклицо, вот в такой пластиковой бутылке, стоит 6 долларов за 0,5. Но как только я поставила его обратно, я начала выходить, он говорит, давай за 5, давай за 5. Ну, ребята, это дешевый, дешевый алкоголь, поэтому если хотите что-то покачественнее, то как минимум надо брать что-то в стекле, а не в пластике. Ну, в стекле, если я не ошибаюсь, виски начинаются здесь от пятнахи, да, по-моему? Привет. Ребята, новенький лайфхак отпреставал, отзазывал. Который на экскурсии зазывает. На экскурсии, в кафе, магазины, рестораны. Просто говорите, у нас через час самолет. Они моментально отстают, но логически подумать, через час самолет, и за 3 часа обычно привозят в аэропорт. Фишку ловите? Ловите лайфхак. Свежепридуманный, да? Ну, это действует. Продолжаем нашу прогулочку. Очередная ёлка на променад. Моргает, конечно, на фотках, наверное, не очень она получится. Да и на видео тоже. Полиция, которую снимать нельзя. А мы поворачиваем немножечко правее. Там остался наш отель Тропитель, в котором мы когда-то отдыхали. Не наш отель. Да, не сильно давно. Относительно недавно. Ну, кто знает, да, здесь есть такой вот скверик, или как это сказать? Да, ваза, это визитная карточка променад на Амабей. Лавочки, где можно? Да, да, да. Посидеть, пофоткаться, погулять. Вот там вижу красиво что-то светится. Ну, туда мы пойдем немножко попозже. Кайф-Си здесь тоже можно посетить. Рядышком пиццерия. Ну, как видим, людей и там нет. Вообще, все-все пусто. Ходили мы, ходили, друзья. И что-то Валечка решила прикупить штанишки. Штанишки-юбочка. Они называются штаны Аладдина. То есть... Та-дам! Хе-хе-хе, класс. Поняли? Это вот такая вот внизу огромная мотня, как говорится. А мы потом покажем. Если что-то еще купим, у нас будет, что мы привезли с Египта. То есть, как штаны, так юбка. Стоило 10 долларов, а дали за 9, но, уверенно, можно и за 7 было взять. Да, но, видать, с нас все-таки не очень хорошие торговцы, потому что... Доллар выторговали. Да, что-то мы не можем 50% сбить, ребята. А здесь вот лайфхака у нас, к сожалению, нет. Наоборот, подскажите, как с ними торговаться, так чтобы наверняка. Зазывал и продолжают зазывать вас к себе в магазин. Честно сказать, противозазывал у нас уже есть. Инъекция или, как это сказать, противоядие. А вот торговаться, ребята, все-таки мы не умеем. Да, не умеем. А еще здесь очень много копий брендов. Одежды, кроссовки, очки. Копии неплохие, не знаю, там местные, египетские говорят, что да. Но, кто знает, подскажите, напишите. На Мохотл. Кто был здесь, интересно. Это Ажна Верх надо туда идти, да? Да, думаю, что да. Отель на горе. Думаю, что да. Прикольно. Потому что тут гора. Сумки тоже много очень, видите? Адидасы и Версачи. Брендов прилично. Они, конечно, повторяют. Слева кафешки открытые. Также можно посмотреть футбольчик, заказать креветочку. Ой, пару лет назад здесь все сидели кальяны. Да, забито все было. А сейчас, как видим, продавцы сидят, пьют чай и ждут своих туристов. Купальники, шлепки, кепки, шапки. Все, все, можно тут прикупить. Ну, народ так немножечко начинает, да? Выползать по магазинам ходить. Гулять. Можно. Ну, а мы идем дальше. О, дискотека местная, да? Библас кафе. Елочка, светомузыка. Заманивают, заманивают туриста. О, а мы вышли в хард-рок кафе. Это ночной клуб. Не знаю, работает ли этот хард-рок кафе как кафе или только как ночной клуб. Тоже, ребята, интересно, кто был. Елочка. И скоро выйдем к нашей надписи. I love charm. Любим там фоткаться. И, проходя уже в фруктовую лавочку, давайте спросим, почем манго, почем клубника. И сейчас уже сезон этих фруктов. Клубника не крупная, но спелая, вижу. А сколько клубника стоит? Один доллар упаковка. Там не килограмм, чуть меньше. Но, поверьте, она очень вкусная. И не пластиковая. Это самый вкусный. А манго? Очень вкусный. Это манго. Это самый вкусный. Есть манго. Есть 3 доллар. Есть манго. 5 доллар килограмм. Есть и красный манго. 3,5 долларов. Да, мы понимаем. Да, спасибо. Спасибо. Без вас смотреть можно отсюда. Спасибо. Давай купим. Давай. Торговый центр Наама. Вот верите, честно, никогда сюда не заходили. Всегда проходим его мимо. Но здесь тоже есть и магазины, и кафешки. На втором этаже можно покушать морепродукты. Но никогда сюда мы не доходили. Возможно, в этой поездке что-то поменяется, и мы все-таки сюда доберемся. Будет интересно. Прошлись мы по променаду, поискали туристов. Можно сказать, честно сказать, их немного, потому что их не намного больше, чем в прошлом году. А в прошлом году их почти не было зимой, понимаете? Мы когда-то были здесь летом, тогда пройти нельзя было по улицам. Они все были забиты туристами. Все кафешки были забиты. Но это было, ребята, до пандемии. Хотя самолеты летят и летят сюда. Над бухтой постоянно они пролетают. То есть туристов сюда везут. Но почему-то вот прям таких толп туристов мы не увидели. Да, друзья, может, вот наш отель, Газала Гарден, он, в принципе, довольно заполнен. Людей в нем довольно много. И мне казалось, что все отели, все отели сейчас более не менее забиты. Потому что ценники сейчас, ну, такие далеко, небюджетные. Это напоминаю, зима 22-22-22. Это была наша прогулка по вечернему променаду на Мабей. А с вас подписочка на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на наш инстаграм. И, как всегда, с вами на Позитиве были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok